В Чебоксарах торжественно стартовала школьная хоккейная лига. В сезоне 2018-19 на лед выйдут 32 команды. Матч открытия состоялся в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Желтые против синих. На катке кипят нешуточные страсти. Хоккеисты чебоксарских школ с каждым годом все увереннее чувствуют себя на льду и показывают отличные результаты. Иван Митрофанов пока только наблюдает за игрой с бортиком, изучает тактику противника. У меня брат занимался хоккеем, отец занимался хоккеем. На коньке я первый раз стал до школы. Я год занимался на Спартаке. Сейчас выступаю в школьной хоккейной лиге. За север выступаю второй год. В прошлом году заняли четвертое место в группе. За игрой наблюдает и тренер команды Максимум. Его ребята в первое время оказывались в конце турнирной таблицы. Но в прошлом году дошли до медалей. Школьная хоккейная лига, она похожа на золотую шайбу Советского Союза. То есть в каждой школе была команда, я в том числе так же начинал. В жизни сам играю в хоккей. Ну, тренировал из взрослых, сейчас с детьми. Сам играю за ветеранов. Ну вот, дай бог. Есть, конечно, ребята приходят уже немножко обученные. Но большинство, сначала их учишь кататься. Потом через годик-два кто-то выстреливает, кто-то остается на том же уровне. Но в целом, если есть желание, каждый ребенок может чему-то научиться. Все команды школьной хоккейной лиги полностью экипированы. В преддверии нового сезона тем школам, у кого не было формы, представители благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта вручили хоккейные свитеры, коньки, щитки, краги и панцирь. Все, что нужно настоящему хоккеисту. Четвертый год в отряд мы открываем соревнования школьной хоккейной лиги. Первый год это был 15-й год. Мы 16 команд полностью экипировали. Уже 32 школьных команды экипированы хоккейной формой. То есть это уже практически больше половины школ города. В этом году впервые экипировку, кроме столичных школ, получили и команды из Шумерли и Шумерлинского района. Работа будет продолжена.